Добрый вечер, добро пожаловать на первое в 2021 году колоквиум факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Большое спасибо, что присоединились. Сегодня с докладом выступает Алексей Наумов, доцент, заведующий лабораторией стахастических алгоритмов анализа многомерных данных на ПКМ. И Алексей будет говорить о случайных матрицах. Алексей, пожалуйста. Да, Максим, спасибо. Спасибо за приглашение, сделаю доклад. Когда Максим ко мне обратился, то я сначала долго думал, о чем рассказывать, потому что в принципе в запасное время немножко сменил тему исследований. Но вот решил, что все-таки надо рассказывать про такие фундаментальные вещи. И случайные матрицы, в принципе, вещь достаточно фундаментальная. И я сразу прошу прощения, может быть, мой доклад, он такой более, наверное, научно популярный, потому что я не знал, кто придет. То есть это люди только с факультета, или это люди из разных факультетов Высшей школы экономики. Поэтому сделал его как можно более таким общим. В общем, надеюсь, что будет понятно всем. И, наверное, прежде чем начать свой доклад, вообще, как я пришел к изучению случайных матриц. Честно говоря, я когда учился в Московском университете на факультете вычислительной математики и кибернетики, я учился на кафедре математической статистики. И были классические темы исследований, связанные с суммами случайных величин, со всякими предельными теоремами. И вот однажды мой научный руководитель, Владимир Васильевич Ульянов, он был в Китае. Там посетил с визитом одного китайского математика, очень известного такой китайского математика, Бай. И привез его книгу. И она была как раз про спектральный анализ случайных матриц. И мне очень понравилось, потому что было все. Были предельные теоремы теории вероятности, которые мне нравились. Была линейная алгебра, был красивый анализ. И вообще это выглядело так. Те эффекты, которые были, я прочитал, мне очень понравились. Я начал поиск задачи. И, наверное, несколько лет потратил на то, чтобы найти в этой теме задачу. Нашел задачу, начал ей заниматься. И тогда так получилось, что я поехал в Белефельский университет. И в группу профессора Фридриха Гетца, который большой специалист был по теории случайных матриц. И я приехал по гранту ДАД, и вот за 5 месяцев решил свою первую задачу, одну из своих первых статей опубликовал. И вот с тех пор мы вместе с Фридрихом, и там я еще встретил своего соавтора Александра Николаевича Тихомирова, который из Сыктывкара. Так получилось, что мы встретились в Белефельде. И вот мы занимались случайным матрицем, я вместе с ними занимался, наверное, с года 2011-го, почти что по год 19-й. То есть вот 9-10 лет прошло. Сейчас я немножко сменил тему, но все равно в любом случае, даже то, чем я сейчас занимаюсь, больше всякими задачами теоретическими, машинным обучением, там возникает случайный матриц, возникают очень похожие эффекты. И поэтому на самом деле фундаментальная наука, она то и фундаментальна, что она везде появляется. И если ты научился делать какие-то вещи, доказывать теоремы, то всегда можно найти им применение и в других областях. И я расскажу о своем видении этой области, которая реально очень активно развивалась, наверное, с года 5-го, 6-го, 7-го уже этого века. Это был такой бум в 2010-м году, то есть это была реально такая горячая тема. И я вот попытаюсь вам рассказать о некоторых результатах, о людях, которые занимались случайными матрицами, и вот о текущем состоянии. Ну вот первое, что мне как-то однажды понравилось, и первое, чем я хотел поделиться про случайные матрицы, как-то я смотрел фильм, мне кажется, я был в аспирантуре, фильм называется «Доказательства». Это фильм 2005-го года с Энтони Хопкинсом, и вот эта девушка, которая нарисована на этой картинке, она была дочерью известного математика, и вот так получилось, что она доказала какую-то фундаментальную теорему. И никто ей не верит, и в том числе не верит ее молодой человек, и вот он говорит, что из ее доказательства он узнал очень много математики, в том числе она использует теорию случайных матриц. Мне тогда это очень понравилось, что вот в фильме можно было много чего использовать, разной математической терминологии в научно-популярном фильме, но вот, соответственно, взяли случайные матрицы. То есть какой-то был такой знак, что все-таки тема, значит, популярная. Но это шутки. И, значит, если без шуток, то мой доклад будет состоять из двух частей. Первая часть, я буду рассказывать о матрицах, у которых, в принципе, мы рассматриваем одну матрицу, и ее размерность растет. Очень большая матрица. Это может быть тысяча на тысяча матрицы, или там миллион на миллион. Во второй части я расскажу о другой постановке, когда у нас скорее растет количество матриц, но при этом их размерность обычно может быть большой, но фиксированной. Вот. Опять же, прошу прощения, я решил делать доклад не в Техе, не в PowerPoint, решил просто его рисовать от руки. Может быть, немножко коряло получилось, но зато так как-то проще, не знаю, вот, наверное, такие более научно-популярные доклады, так, наверное, проще делать. Вот. Но давайте начнем с того, что вот рассмотрим симметричную матрицу. Это, в принципе, мы начинаем изучать еще в школе симметричные матрицы. Такой простой объект, потому что мы знаем, что у симметричных матриц действительные собственные значения. Вот. Их n штук. Умеем мы их считать. И вот обычно, когда мы в школе или в университете изучаем матрицу, то обычно матрицы, ну, небольшого размера, вот те задачки, которые вы там решаете, ну, бывают, конечно, там, какие-то матрицы общего вида, типа матриц Вандермонда, но обычно, вот, не знаю, просят перемножить там две матрицы, размеры 5 на 5, или посчитать собственное значение какой-нибудь матрицы. Вот. И, в принципе, никаких обычных законов нет. Ну, то есть, что мы делаем? Мы выписываем уравнение и решаем его, находим эти 10 собственных значений, или сколько там есть матрицы размера 10 на 10. Вот. И обычно никаких вот законов нет. Да. А что, если вот посмотреть на совершенно вот как бы случайную матрицу? Да. То есть, вот, что такое случайная матрица? Случайная матрица – это просто… Ну, есть разные ансамбли и разные постановки, но вот давайте пока рассмотрим такую простейшую постановку, когда у нас матрица действительно симметричная, и ее элементы выше главной диагонали, они все независимые и одинаково распределенные. Например, из нормального закона с нулевым математическим ожиданием и единичной средней. И посчитаем собственные значения. Например, численные, или можно попробовать, если небольшая размерность, посчитать на бумажке. Вот. И вот здесь я решил привести разные гистограммы. Вот. Я просто взял, смоделировал 4 случайные матрицы. Вот слева у меня я начинаю сначала размерность у меня 8, потом размерность 16, и постепенно я размерность увеличиваю. Вот. И вот видим, что на первых картинках, на первых четырех картинках, в принципе, никакой закономерности нет. Ну, вот какие-то собственные значения появляются. То есть не очень понятно, что есть ли какая-то вообще закономерность. Теперь давайте попробуем взять n побольше. То есть, например, n взять 1000, или 2000, или 4000. Что мы получим? Вот оказывается, если увеличить размерность, то мы увидим, что появляются некоторые, как говорят, паттерны, да, появляются некоторые закономерности. И вот на последней картинке, вот размерность уже, вот на четвертой картинке, размерность уже большая, и виден такой вот что-то похожее на полукруг. Точнее, даже это, скорее, полуэллипс. Вот. И вот оказывается, что вот гистограмма собственных значений вполне себе стабилизировалась. То есть мы взяли там матрицу размера 5000 на 5000, и получили вот такой вот интересный эффект. Этот эффект был открыт выдающимся физиком Юджином Вигнером в середине прошлого века. Вигнер был Нобелевским бауриатом по физике. Вот. И он изучал, то есть для него матрицы были, он, в принципе, занимался ядрами электронов, и следованием, ну, одно из направлений исследования было, это статистическое поведение электронов. Вот он увидел, что статистическое поведение очень похоже на, ну, соответственно, модель, мы моделируем физическую систему с помощью Гамильтониана, да, но урезаем размерность, делаем из него большую очень матрицу. Вот. И оказалось, что поведение электронов очень похоже на поведение собственных значений случайных матриц. И вот он решил понять, какой предельный закон. И чтобы сформулировать это математически, вот давайте определим то, что называется эмпирическое спектральное распределение. То есть вот что мы делаем? Мы берем некоторое множество напрямой, множество А, и берем считающую меру. То есть вот здесь я через дельта обозначаю это меры Дилека, но на самом деле просто что надо сделать? Надо просто посчитать, сколько собственных значений матрицы А попало, о, матрицы нашей матрицы Х попало в интервал А. Ну и здесь я еще ради интереса все это нормирую на корень из n. Я чуть попозже объясню, зачем я собственные значения нормирую на корень из n. Вот. То есть мы просто берем множество А и берем собственные значения матрицы, делим их на корень из n и считаем, сколько из них попало. То есть вот такая вот считающая мера получается. И определим плотность. То есть вот можно показать, что вот функция g с индексом семисекол, если вы ее проинтегрируете от минус бесконечности до бесконечности, то получите в точности единичество. То есть это вот плотность, и плотность, которая называется плотностью полукругового закона Викнера. Вот. И Викнер не сразу пришел к тому, что плотность должна быть такой. То есть это мы сейчас там промоделировали, да, вот на компьютере, и увидели, что похоже на полукруг. То есть можно даже подогнать. Вот. А тогда все-таки такие вещи не могли сделать. И Викнер, он просто аналитически вывел предельное распределение. И более того, если вот вы изучали в университете теорию вероятности, то, наверное, вы слышали, что есть такая книжка Феллера. Феллер был выдающимся специалистом по теории вероятности американским. И как раз именно Феллер ему подсказал, как вот надо вычислить эту предельную плотность. Потому что в этот момент Феллер занимался законом Арксинуса для случайных блужданий. А там очень похожие функции. Он ему вот сказал общую идею, что надо смотреть на характеристические функции. То есть надо посчитать моменты распределения, вычислить их предел, и дальше посмотреть, соответственно, какую характеристическую функцию они распределяют. Ну а дальше сделать обратное преобразование приятности. Это статья. И вот Викнер опубликовал статью, которая называется, как раз вошла в историю как полукруговой закон Викнера. Это результат, который в ней содержится. Это следующая теорема, что если я зафиксирую множество А, то с вероятностью 1 эмпирическая спектральная функция распределения сходится, когда я сюда подставлю множество А, то она сойдется к интегралу по множеству А от, соответственно, плотности полукругового закон. То есть это что означает? Что если я теперь вернусь на предыдущую страницу, то вот если я возьму на последней картинке какой-нибудь интервалчик, например, от минус 0,5 до 0,5, и посчитаю, сколько в нем собственных значений содержится, то это число будет очень похоже при большой размер с матрицей, очень будет похоже на вот этот интеграл, который написан в правой части. То есть вот если я теперь проинтегрирую по множеству полукруговый закон, то вот оказывается примерно столько же. Вот. Эта статья опубликована была в Enelsof Mathematica. Enelsof Mathematics, то есть это самый ведущий журнал по математике в мире, до сих пор таким является. То есть это такой фундаментальный результат. Какие здесь еще можно вопросы задаться? Какими вопросами? Вот. А как вот, если мы, например, знаем, что вот эмпирическая спектральная функция распределения ведет себя вот таким образом, а можно ли что-то, например, сказать про наименьшее и наибольшее собственное значение в случае матрицы? Оказывается, можно показать, что, например, наибольшее собственное значение с вероятностью 1, если я его поделю на корень из n, то она сойдется к числу 2. Ну, то есть просто к предельному. Вот на этой картинке вот видно, что все распределено от минус 2 до 2. То есть вот, соответственно, и наибольшее сойдется к 2, а наименьшее сойдется к минус 2. Более того, я здесь это не рассказываю, но предельный закон, то есть можно увеличить масштаб и посмотреть в некотором масштабе на наибольшее собственное значение. Оказывается, что там в пределе будет так называемый закон Тресси-Вигнера. Вот этот закон, он появляется, на самом деле, во многих задачах. Вот он такой не совсем классический для классической теории вероятности, но при этом для многих задач он вполне себе классический. То есть можно очень, на самом деле, много интересных законов здесь появляется, но вот этот результат, асимптотический результат, он был как раз доказан Баем и Ином, по-моему, это 90-е годы. Прошу в этом, если не ошибаюсь, то, по-моему, прошу 90-е годы. Вот, и здесь, на самом деле, очень тоже интересный момент есть. Вот смотрите, наибольшее собственное значение симметричной матрицы – это просто, на самом деле, операторная норма случайной матрицы. И вот видно, что, по крайней мере, в большом пределе операторная норма ведет себя примерно как корень из n, то есть вот как там, или как два корня из n. И тут стоит заметить, вот если мы возьмем, например, диагональную матрицу, вот просто на диагонали у нас будут величины порядка единицы стоять, ну или просто единицы. То есть, мы знаем, что вот легко посчитать, что операторная норма в данном случае будет равна единице. А если у нас матрица, почти все элементы ее, ну, например, единицы, то легко показать, что операторная норма равна n. То есть, таким образом, случайные матрицы, они занимают их поведение. В данной модели оно промежуточное положение занимает, то есть ни единица, ни n, то есть корень из n. И здесь играет роль, конечно, тот факт, что очень много элементов независимы, и они начинают друг друга, центрированные независимые, они начинают друг друга уравновешивать. То есть, часть из них отрицательные значения принимает, часть положительная, вот, и они как бы друг друга уравновешивая, оказывается, что вот операторная норма себя ведет таким вот образом. И этот факт, он играет, на самом деле, ключевую роль для многих приложений. Я о них чуть попозже буду говорить. Вот, что очень часто, если у вас есть детерминированная матрица, плюс случайный есть сигнал, плюс его зашумление, то фактически шум сигнала будет иметь порядок корень из n, а сигнал сам будет иметь порядок n. То есть, это вам дает возможность всегда отделять сигнал от шума. Вот, из-за того, что именно вот такие порядки, да. И более того, вот, оказывается, что эти законы, они универсальны. В каком смысле они универсальны? Они универсальны в том смысле, что вот до этого я говорил, что я моделирую гауссовскую матрицу. На самом деле, не нужно моделировать гауссовскую матрицу, чтобы получить полукруговый закон Вигнера. Если у вас, например, элементы все одинаково распределены, независимо одинаково распределены в верхней треугольной части, то достаточно взять любое распределение с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией, и у вас получится точность полукругового закон. Так же, как вот когда мы проходим центральную предельную теорему на теории вероятности, то центральная предельная теорема выполнена всегда, когда элементы суммы независимы и имеют нулевое математическое ожидание единичной дискверсии. Этот полкруговый закон в данном случае играет очень похожую роль. Оказывается, что результат Бааа-Ина, он верен всегда, если у вас есть конечный четвертый момент, более того, это даже необходимые достаточно условия для того, чтобы наибольшее собственное значение нормированное корнем из n сходилось в двум. Это в принципе и это очень естественно для теории вероятности, что в принципе не так часто конкретный вид распределения играет роль в предельных теоремах. Очень часто предельные теоремы универсальны. Вы можете совершенно легко заменить распределение матриц или сумм, взять совершенно произвольное распределение, главное, чтобы у него были некоторые необходимые моментные условия. выполнены. Ну вот, мы с моими соавторами, с Александром Николаевичем Тихомировым и с Фридрихом Гердсе, в какой-то момент это был в 2015 году, мы вот задались таким вопросом, а как вообще вот можно ли повозмущать немного элементы матрицы, то есть поменять их дисперсии, брать не единичную дисперсию, а вот брать произвольную дисперсию, и вот доказали, что вот есть некий результат, он похож очень на центральный предельный теорему классическую в теории вероятности, что оказывается, что вот если я посмотрю на сумму дисперсии элементов в строке матрицы и поделю ее на n, это будет у меня b и t, сумма дисперсии в строке, и если в среднем сумма дисперсии стабилизируется вокруг, например, единицы, но единица здесь более-менее произвольное число, вот это некий глобальный параметр, что вот если у вас все строки более-менее имеют одинаковый вид, одинаковый вес, то в пределе вы все равно получите полукруговый закон, но есть еще два условия, 2 и 3, это некие дополнительные условия, но они какие-то условия, чтобы у вас не были очень тяжелые хвосты, вот, чтобы все-таки сильно строки не вылетали, потому что в среднем они могут стабилизироваться, но могут быть большие выбросы, вот хочется вот, например, эти большие выбросы убирать, вот, и тогда все равно будет полукруговой закон выполнен, эта работа какая-то, она очень такая, достаточно простая была, короткая, но вот ее люди достаточно любят, ее, в принципе, часто цитируют, и вообще, в принципе, про эту работу знают, даже в последнее время я видел, что ее стали использовать специалисты по дип-лёнингу, открываешь статью на РИПС, а они там в точности вот применяют эту теорему, более того, прям проверяют условия, что вот матрица, которую они используют, удовлетворяют этим условиям, вот, то есть вот есть такой результат, то есть полукруговой закон, значит, он еще и, если я немножко пошевелю элементы матрицы, их дисперсии, откажусь от единичной дисперсии, все равно будет выполнено, но вот, насколько эти условия необходимы, это вот открытая до сих пор проблема, окажется, что все-таки необходимы условия, потому что если вы начинаете, если у вас одни строки начинают сильно, становятся больше, чем другие, то у вас матрица получает, получается, будет такой блочной структурой, и там начинают появляться эффекты, связанные с тем, что у вас не один полукруговой закон, а два полукруговых закона, например, да, или там еще что-то, то есть и такая какая-то, может быть, нетривиальная смесь между ними, вот, поэтому матрица должна быть такой, более-менее однородной, в данном смысле, в данном случае, вот, что, что дальше, вот, какие еще ансамбли матриц, то есть это вот были самые такой простые, матрицы симметричные, ну, давайте поговорим про коваряционные матрицы, многие слышали, что вот есть коваряционная матрица, я на всякий случай напомню определение коваряционной матрицы и дам два простейших примера, зачем вообще нужны коваряционные матрицы, ну, вот, если у вас есть ваши данные, это некоторый случайный вектор в размерности d, у него нулевое математическое ожидание, и вот коваряционная матрица, где я использую, соответственно, тензорное произведение, то есть это y умножить на y транспонированное, если я возьму матр ожидания, то это называется коваряционной матрицей, вот, ну, вот самое простейшее применение, это метод главных компонентов, то есть что мы хотим сделать, например, такой вот, в одном направлении, одна главная компонента, то есть вот у меня есть вектор, я хочу найти направление на единичной сфере, такое, что если я спроецирую на него свой вектор, то в этом направлении у меня будет самая большая дисперсия, задача считается так, найти надо вектор θ на единичной сфере в размерности d, такая, что дисперсия вот этого скалярного произведения, проекция y на θ максимизируется, ну, решение очень просто найти, надо посчитать дисперсию скалярного произведения, у нас нулевое мат ожидания, а скалярное произведение функция линейная, поэтому дисперсия есть просто математическое ожидание квадрата скалярного произведения, Ну, скалярное произведение – это просто сумма, поэтому легко посчитать ее квадрат и использовать линейность мат-ожиданий. Получится сумма по ЖК, ТТЖ и ТТК умножить на мат-ожидание произведения координат. Ну, произведение координаты в точности элемент матрицы сигма в позиции ЖК. Ну и получится, что у меня записана квадратичная форма, которая в таком простом виде я могу записать с помощью скалярного произведения, что это сигма на тета, скалярно на тета. Вот. И мы, естественно, все знаем из курса линейной алгебры, что если я хочу максимизировать такую величину, то максимизатором такой величины, как сигма, тета, тета, скалярно, являются просто собственные векторы. То есть максимум достигнутся, когда тета, есть собственный вектор матрицы сигма, который отвечает наибольшему собственному значению этой матрицы. Вот. Соответственно, максимальное значение, которое может принять данное скалярное произведение, это просто лямбда-максимум. Да, то есть вот у нас первый случай, первый такой пример, где почему надо знать, что такое ковариационная матрица. То есть ковариационная матрица необходима, например, для метода главных компонентов. Теперь. Другой пример. Тоже можно его сказать, что такое снижение дисперсии, можно мыслить, как я назвал метод главных компонентов 2, нечто похожее. То есть вот у нас есть опять же тот же самый вектор в размерности d. Я хочу понизить размерность. Я хочу найти подпространство размерности k. То есть вот s в размерности k, и k сильно меньше, чем d. И спроектировать на него ортогонально свой вектор. Но так, чтобы, например, квадрат евклидовой нормы разницу между y и проекцией на s, он минимизировался. Вот в смысле такого критерия. И опять же оказывается, что эту задачу можно подобным образом решать, как и предыдущую. И тогда оказывается, что в качестве s надо просто взять, надо посчитать первые k собственных значений, матрица sigma, найти k собственных векторов, которые им соответствуют, и взять их линейную оболочку. И это будет как раз точность s. Ну а проектор легко найти. Проектор надо составить матрицу из, соответственно, столбцы ее будут собственными векторами, и эту матрицу умножить на нее же транспонирование. Это будет проект. Но вот проблема очень часто бывает в том, что мы имеем не один вектор y и матрицу sigma, его ковариационную матрицу. А матрица sigma, вообще говоря, неизвестна. Это в большинство приложений такое происходит. И единственное, что мы имеем, мы на самом деле вместо вектор y мы имеем выборку y1, ym, предположим, для простоты, что она независима, одинаково распределена и с нулевым от ожидания. У меня все центрировано. Я не рассматриваю случаи, когда данные не центрированы. И тогда у меня есть n одинаково распределенных наблюдений по размеру с TRD, а с нулевым от ожидания. И ковариационная матрица sigma, которая неизвестна. Вот тогда что делать? Ну, все мы проходили статистику. Надо взять и вместо sigma взять ее выборочный аналог. То есть заменить ее выборочной ковариационной матрицей. Выборочную ковариационную матрицу можно определить разным образом. То есть есть большая теория вообще, как разные методы, робастные методы оценивания и так далее. Самый простой случай, надо просто взять сумму таких вот внешних произведений. То есть надо xg умножить на xg транспланерное. То есть в таком смысле я понимаю здесь, соответственно, тензорное произведение как внешнее произведение y1 на y1 транспланерное. Ой, только здесь не x должно быть, а y. Здесь вот в этой сумме стоит yg на yg транспланерное. И тогда, например, если я возьму математическое ожидание sigma с крышки, то оно просто равно sigma. То есть от такой оценки говорят, что она несмещенная оценка. То есть в среднем все хорошо. И здесь вот возникает много вопросов. Первая вообще вещь, которая возникает, что все-таки sigma с крышкой – это случайная матрица. Она зависит от случайных наблюдений. Потому что вот эти наблюдения… Я перегенерирую, у меня новый n наблюдений. И поэтому sigma с крышки случайная. То есть возникает вопрос. Какие у нее свойства? Первое свойство – а что можно сказать про распределение ее собственных значений? Вопрос как бы законный, да? Вот. Что можно сказать про оценку? Насколько… Вот мы знаем, что она несмещенная, но это еще недостаточно как бы для того, чтобы использовать оценку. Хочется, чтобы все-таки при росте объема выборки выборочная средняя сходилась к тому, что мы оцениваем нашему неизвестному параметру, в данном случае матрицу sigma, в какой-то норме, в какой-то матричный норме, например, оператор. И что можно сказать про устойчивость собственных векторов? Потому что в предыдущей вот задаче мы с вами, например, под пространство выбирали следующим образом. Мы его натягивали на линейную оболочку, например, на линейную оболочку первых там k собственных векторов. А если я теперь заменю матрицу sigma на sigma с крышкой, могу ли я использовать теперь собственные вектора и, соответственно, соответствующее пространство для матрицы sigma с крышкой? Ну, вообще говоря, не факт, что, может быть, нет никакой устойчивости. Вот. Это все задачи. Задач много может возникать. То есть вот я вот здесь выделил несколько. И вот первые два я точно о них успею рассказать, про третье, наверное, не успею. Но, оказывается, про третье я, может быть, чуть попозже скажу, что вот если есть у вас спектральная дырка или там спектральный щель, или как по-английски это spectral gap, то, в принципе, можно тогда восстанавливать соответствующие патространства. И, оказывается, здесь вот для выборочных квалиционных матриц работает закон Марченко-Пастора. Это вообще вот, значит, что такое закон Марченко-Пастора? Давайте введем плотность. Опять же, понятное дело, что Марченко с Пастором эту плотность получили, не просто так взяли эту плотность, да, то есть они все-таки сосчитали этот предел. То есть как посчитать пределы? Это вообще отдельная история. Есть куча методов, как считать эти пределы для матричных моделей. Ну вот рассмотрим такую плотность. Она зависит от ее аргумента лямда. Значит, это единица на 2π ρ лямда. И здесь стоит под корнем произведения лямда плюс минус лямда умножить на лямбда минус лямбда минус. Где лямбда плюс минус определяется таким образом. Это корень из единицы плюс минус корень из ρ. А ρ – это предел отношения размерности наблюдений к объему выборки. То есть мы можем считать, что может так случиться в нашей модели, что объем количества параметров, то есть размерность, растет с ростом размера выборки. Ну и предположим, она на отрезке от нуля до единицы. Хотя на самом деле это можно написать и на отрезке от единицы до бесконечности. Но для простоты я пишу от нуля до единицы. И теперь давайте рассмотрим S1 из D. У нас матрица σ с крышкой имеет размерность D на D. И давайте определим ее собственные значения. Их две штук. В точности их две штук. И вот если у нас бы эта величина была бы больше единицы, то у нас, соответственно, еще появлялись, это же фактически сингулярные числа, у нас еще появлялись бы некое количество сингулярных чисел, нулевых собственных значений, то есть точности n минус D. А когда у нас D меньше, чем n, то у нас нет нулевых собственных значений с самого начала. Поэтому я себя ограничу таким случаем. И опять же посмотрим на эмпирическую считающую функцию распределения наших собственных значений. То есть сколько их попало в интервал. Вот. И вот при разном соотношении между размерностью наблюдения и объемом выборки получаются разные плотности. То есть вот, например, вот здесь вот оранжевым нарисовано то, что соответствует квадрат. Когда у нас количество наблюдений и количество, и размер данных одинаковый, да, то есть вот оранжевый, вот такая фиолетовая или какая-то, ну, другого цвета, да, фиолетовая, соответственно, когда у нас количество наблюдений все-таки сильно больше. И вот, значит, эта плотность вот названа в честь вот этих двух людей. Марченко Пастор. Марченко ему сейчас, по-моему, 100 лет, если не ошибаюсь, он жив. Они оба харьковские математики, вот. Значит, Пастор. Марченко, он скорее в случайных матрицах известен скорее вот как бы за этот только результат. Но именно в теме случайных матриц он все-таки менее известен. А Пастор такой как бы большой столб в этой теме. Это действительно такая гигантская величина. Вот. И я думаю, что это была, наверное, Пастор, может быть, его докторская диссертация. Вот как раз связанная вот в том числе и с этим законом. И, соответственно, вот. И что вот они доказали? Значит, доказали следующий результат примерно в 67-м году. Что вот если у вас наблюдение Y1, Yn независимые с нулевым средним и с единичной квалифицированной матрицей, то есть здесь сигма равно единичный. Тогда, если я зафиксирую множество, то с вероятностью 1 моя эмпирическая функция распределения сойдется к закону Марченко Пастора. Если отношение D на N стремится, соответственно, к постоянной величине. Вот. Это такой фундаментальный результат. То есть они реально сочетали этот закон Марченко Пастора. Вот если вы когда-нибудь видели Марченко, ой, когда-нибудь видели Пастора, то вот ходят такие шутки, что вот если ты забыл, как выглядит закон Марченко Пастора, как выглядит плотность, но ты помнишь, как выглядит Пастор, то вспомни, как выглядит его нос. Он очень похож в точности на закон Марченко Пастора. Есть такая джазовская шутка. И вот какие у этого всего приложения? Закон Марченко Пастора. Ну, понятное дело, приложений много, но вот такое простейшее приложение, которое у меня всегда в голове. Можно с помощью закона Марченко Пастора тестировать гипотезы. Например, гипотеза о том, что ваши данные представляют собой белый шум. То есть их квалифицированная матрица равна единичной. И вот протестируют эту гипотезу, классический пример, делают следующее. Берут американский индекс акций S&P 500, в нем 500 акций, то есть примерно 500 параметров у вас, и смотрят, например, 3 года наблюдений. То есть 3 года – это, соответственно, 3 на 250 наблюдений. Получается, что отношение 500 на 750 примерно соответствует вот этому интервалу от нуля до единицы. И рисуют гистограмму, вот здесь красным цветом нарисована гистограмма собственных значений. И напротив рисует соответствующий закон Марченко Пастора. И вот видно, что много собственных значений, они как бы выскакивают за спектр Марченко Пастора. То есть это говорит о том, что вот в этой матрице, например, с НП 500, у нее есть некая структура. То есть вот есть значимый компонент и значимый сигнал. И очень часто что делают, например, когда оценивают ковариационную матрицу, то берут только этот сигнал. А все, что вот, соответственно, подпадает под плотность Марченко Пастора, просто убирают из оценки соответствующей матрицы. То есть вот такой делают, убирают шум, делают матрицу более стабильной. Вот. То есть это такое вот одно из приложений, как можно отсекать шум от сигнала. Но это такое, в принципе, на пальчах. Есть разные подходы. Есть подход, основанный, когда здесь и закон Тросси Видома появляется и так далее. То есть это достаточно большая тема исследований. Как они этот шум убирают? Что там, из чего вычитают? Как шум-то сам убирается? Ну, шум очень просто убрать, потому что вы просто пишете сингулярное разложение и выкидываете все те собственные значения в сингулярном разложении, которые соответствуют, например, закону Марченко Пастора. Либо его заменяете каким-то одним числом, не знаю, там усредняете, усредняете, вот, соответственно, по этому интервалу. Вот. То есть получается так. У нас же матрица симметричная, поэтому можно всегда написать разложение по собственным векторам, собственным значениям, и срезать все, что попало под эту обувь. Вот. В последние годы пришло все это и в диплёнинг, соответственно, я не стал здесь писать, потому что я сначала хотел все-таки это пообсуждать в приложении, но понял, что это на самом деле требует, вот, просто определить объекты, мне потребуется, наверное, 2-3 страницы. Вот. Соответственно, у вас есть сеть, если вы у сети, есть там и веса, можно матрицами задавать, вот. У вас тоже может получиться некая матричная модель, вот, она будет многоуровневая, вот. И на каждом уровне вы, например, можете изучать коверационные матрицы, вот. Соответственно, можно изучать предельные значения. И вот для меня было вообще просто удивлением, когда я недавно увидел буквально в конце 2020 года, что пастор выложил две статьи в точности на эту тему, сосчитал предельное распределение в гауссовском, не гауссовском случае. И я подумал, если он еще это все отправит на какой-нибудь Нори Ипс или на Кольт, то есть это вообще туда науке пришел конец. Вот. Если такие гиганты мысли пошли, вот, в машинное обучение и в диплёнинг, то все. Вот. Не знаю, куда послал, в какой журнал, вот. Но такая работа есть, она фундаментальная работа, то есть в ней в точности, в ней сосчитано соответствующее предельное распределение. Но определить, я говорю, что, чтобы сейчас здесь это написать, надо было на странице 3. Вот. Поэтому просто я в конце приведу ссылку, кому интересно, можете посмотреть. Это все было про Эрмитовы случайные матрицы, про симметричные. А что вот можно сказать про несимметричные случайные матрицы? Вот. Оказывается, что, если теперь я откажусь от условия, от ограничений, что у меня симметричные матрицы, просто начну брать все элементы независимые, сгенерирую матрицу размера n на n, ну, опять же, отнормирую ее на корень из n, вот. То оказывается, что если я просто вот нарисую на плоскости точки, каждая точка здесь соответствует собственному значению. Теперь собственное значение комплексное. То есть каждая точка соответствует собственному значению вот этой матрицы. То, что в случае, что если у меня распределение гауссовское, что если я бы взял бы симметричное бернулевское распределение, картинка всегда одинаковая. Идеальный круг. И это равномерное распределение на единичном круге. Вот. То есть вот так себя ведут собственные значения совершенно произвольной неэрмитовой случайной матрицы. И впервые этот результат был получен, вообще говоря, Женибром. Для гауссовского случая он физик. Вот. А именно вот такой вот полной картины было описано украинским математиком Герко в 85-м году. В 85-м году, когда Герко все это делал, случайные матрицы, как сейчас модно говорить, не были мейнстримом. Вот. То есть Герко получил кучу теорем, но вообще он написал пару книг, но эти результаты вообще, по-моему, даже никто не читал. Вот. То есть бум начался сильно позже. Вот. И так получилось, что у Герко была ошибка, я о ней, может быть, чуть попозже коротко расскажу. И эту ошибку исправляли примерно 10 лет. Вот. И в финальную точку поставили два математика Тао и Ву. Тао – это филдский вариант, соответственно, по математике. Вот. Ну, наверное, у меня, может быть, сейчас, я не знаю, у меня время, наверное, я медленно очень рассказываю, наверное, время уходит. Я, может быть, какие-то слайды пропущу, просто, чтобы, соответственно, наверное, я пропущу слайды про идеи доказательства. Кому интересно, потом тогда можно будет обсудить. Вот. И давайте я это пропущу. У меня до скольки, Максим? До 70, да? До 70, правильно. Тогда я лучше пропущу эти слайды, они немножко технические. Соответственно, вот исследование симметричных матриц, оно достаточно хорошо изучено. Было с года так с 2007 по 2020. Там реально очень сильные группы работали, почистили достаточно много результатов. И я там со своим соавторами мы сделали несколько результатов в этой области. Не эрмитовые матрицы. Вот здесь я просто хотел бы отметить интересный такой вот для специалистов по линейной алгебре, может быть, сюжет, вот про собственный и сингулярный спектр. Вот, например, вот если взять собственный спектр матрицы, не эрмитовой. То есть вот для эрмитовых матриц, там анализ, он такой, достаточно хорошо развит, потому что эрмитовые матрицы, они устойчивы к малым возмущениям. Можно возмущать матрицу, спектр почти не меняется. А вот для нерамитовых матриц спектр сильно меняется. То есть вот если я рассмотрю матрицу А, у которой все нули, кроме побочной диагонали, на ней единицы стоят, тогда у меня собственные значения все нули. И предельное распределение, если я сосчитаю, то это просто директ, масса вся в нуле сосредоточена. Теперь я возьму и в самый левый угол нижний поставлю число эпсилон n. Очень маленькое. Что оказывается? Что оказывается, что тогда все собственные значения имеют вот такой вот вид. То есть если я начну n устремлять в бесконечности, так чтобы эпсилон n, деленная в степени единицы на n устремилась к единице, легко подобрать, соответственно, такую последовательность, то у меня получится равномерное распределение просто на окружности. Не в круге, а на окружности. То есть потому что эта матрица, почти что матрица перестанована. Очень на нее похоже. В каждой строке ровно один ненулевой элемент. И спектр видно, что прям очень неустойчивый. Поменяли чуть-чуть, возмутили матрицу, все, все взрыв. А вот оказывается, что сингулярный спектр очень устойчивый. То есть вот у него, если сочетаем сингулярные числа, то почти все единицы, значит, кроме последнего нуля, а здесь все единицы, кроме последнего маленького числа. То есть вот сингулярный спектр очень устойчиво. Но возникает вопрос, вот кто-нибудь, когда занимался линейной алгебры, вообще задумывался, а как связаны собственные значения и сингулярные числа? Совершенно, мне кажется, нетривиальный вопрос, то есть вот не очень понятно. Может быть, есть там соотношение между экстремальными собственными значениями, например, через, что очень как бы можно там связано через операторную норму, например, да? Но вот как связано через спектр? Вот оказывается, что если сосчитать в эгрегорифмический потенциал эмпирической считающей меры, здесь я обозначил через мюа-та, то есть вот эгрегорифмический потенциал, это такая величина. Лямбда здесь комплексная, z-комплексная, z-параметр, да, аргумент. Вот. Соответственно, если я усредню этот эгрегорифм по эмпирической мере, то это то же самое, что сосчитать эгрегорифм детерминанта вот такой матрицы. Теперь детерминант я могу переписать через детерминант для вот такого произведения и взяв из него корень. А это уже матрица Эрмитовой. И этот эгрегорифм я перепишу теперь как интеграл по считающей мере сингулярных чисел вот такой вот матрицы. Да, то есть теперь эта матрица симметрична. То есть мы начинали с несимметричной матрицы, пришли к симметричной. И оказывается, что вот если я знаю эгрегорифмический потенциал меры, то фактически я могу восстановить меру. И очень как бы анализ основан на этой трансформации перехода от собственного спектра к сингулярному через вот такие преобразования. И вот этот герко, он назвал это преобразование, победное преобразование, виктори трансформ, бэ трансформ. На самом деле люди его знающие, в том числе пастор, сказал просто это на самом деле в честь Вячеслава. То есть это не виктори трансформ, а просто он в честь себя назвал. Вот. Это преобразование. Потому что это реально помогло ему доказать круговой закон, сведя все к сингулярным числам. Вот. К тем матрицам, с которыми просто работать. Анализ там понятен. Вот. Но он допустил ошибку, потому что в нуле не очень понятно, как себя ведет. Во-первых, алгоритм блок себя ведет в нуле, а если у такой меры есть маленькие собственные значения, то этот интеграл может раздойтись в нуле. И он, соответственно, это не учел. И на это потребовалось лет 10, чтобы это вот как бы устранить, эту ошибку. То есть это была реально фундаментальная ошибка. И вот эта фундаментальная ошибка, она на самом деле, это из рода таких вот красивых ошибок, которые порождают собой целое направление исследования. И вот отчасти это направление исследования, оно, конечно, возникло еще до этого, но вот именно такой вот реально пинок получил в связи в том числе и с круговым законом. Вот если у нас есть теперь пусть матрица, это матрица N на N, тогда мы знаем, что такое ее сингулярные числа и что такое экстремальные сингулярные числа. С1 это, например, супремум вот таких норм по единичной сфере, а наименьшее это просто инфинум по единичной сфере. То есть вот можно таким образом характеризовать наибольшие, наименьшие, собственно, значения. Вот, как я уже вначале говорил, вот есть закон Бааина, который применим к сингулярному спектру, потому что это симметричная матрица, вот, что с большой вероятностью наибольшее сингулярное число не превзойдет корня Z. Ну, например, четыре момента для этого достаточно. Вот, то есть по порядку это корень Z, корень из разминности матрицы. Вот фон Нейман, его гипотеза была, что наименьшее сингулярное число ведет себя как единицу делить на корень из Z. Вот, много лет спустя известный специалист такой вычислительной математики Делман, он показал, что в Гауссовском случае на самом деле порядок такой, что вероятность того, что наименьшее сингулярное число меньше, чем эпсилон на Н в степени минус 1 вторая, меньше, чем эпсилон. Вот, то есть вот такой вот интересный результат. То есть сингулярное число у случайной матрицы Н на Н маленькие с маленькой вероятностью. И вот такая вот зависимость. И вот бывают гипотезы, а как вообще у более общих матриц, более общие виды, не гауссовские, как вот ведут себя сингулярные числа. Ну, вот хорошо известно, что, например, если я возьму не гауссовскую матрицу, а матрицу с элементами, например, 0,1, то такая матрица, или матрица там минус 1,1, да, такая матрица вырождена вот с вероятностью Ч в степени N. Ну, достаточно как, это легкая комбинаторная задача. Достаточно, чтобы у вас совпало две строки. Две строки там совпадут с вероятностью 1 вторая в степени N. Да, значит, уже как бы оценка снизу есть. Вот. Возникает вопрос, что с оценкой вообще, на самом деле, что здесь, вот несколько вопросов. Какой правильный порядок Ч, что это за правильная за величина такая. Вот. А второй вопрос, а можно ли результат вот и гипотезы фон Неймана обобщить для более широкого класса матрицы, не только гауссовских? Вот. И вот по вопросу, который вот про сингулярность, вырожденность дискретных матриц, вот Костя Тихомеров, это не мой соавтор, это другой Костя Тихомеров, он доказал это финальный результат, что это будет 1 вторая плюсом малая от единицы в степени N, то есть фактически совпало с нижней оценкой результат опубликован в 2020 году в Эннелсов-Макерей. Вот. То есть Костя очень мощно, очень красивый результат получил. Очень красиво. Вот. А до этого в 2007 году примерно Рогельсон и Вершинин, два еще математика, вот других, доказали следующий результат, что вот если вы возьмете матрицу, у которой строки независимы, и элементы матрицы имеют нулевой, средний, там, единичную дисперсию, и они субгауссовские, например, ограниченные или гауссовские, то есть вот хвосты у них ведут как гауссовские, распределения, вот, то наименьшее, собственно, значение мало, с вероятностью, которая представима в виде цэпсилон плюс цэн, то есть вот первое слагаемое соответствует гауссовскому случаю, второе соответствует дискретному случаю. и это ответило на гипотезу Шпилмана и Тенга, то есть это вот гипотеза, как раз в этот момент они занимались сглаженным анализом алгоритмов, smooth analysis of algorithms, за которые они, по-моему, получили премию, если не ошибаюсь, но, по-моему, премию Тюринга они получили за это. Вот, что идея состоит в том, что вот оказывается, что вот многие вот алгоритмы, например, алгоритм линейного программирования, он работает не за экспоненциальное время, он работает за полиномиальное время. И вот идея в том, что случайные факторы, они сглаживают задачу. И вот в частности это можно применить к числам об условности матрицы. Вот если вы возьмете матрицу, вот результаты в дельционном вершине можно обобщить. В него можно вместо матрицы А подставить матрицу А плюс М. А случайно, а М невырожденная матрица. Ну, с ограниченной, например, полиномиальной ограниченной нормой. Тогда ее число об условности будет вести себя как n в степени какой-то константы, потому что у нее наименьшее собственное значение полиномиально малось с маленькой вероятностью, а наибольшее собственное значение, мы знаем, что оно тоже полиномиально от n зависит. Но одно на другое поделили, получили n в степени. Матрица. То есть, оказывается, что если вы возьмете матрицу и пошевелите ее шумом случайно, то матрица будет лучше обусловлена. Говорят, что специалисты по теории математики говорят, что на самом деле на практике не всегда так. Но тут я не знаю, тут вероятность на эффект вот такой. То есть, это была в 2007 году предложена идея, и сразу, как только Родильсон-Вершинин эту статью получили, выложили на архив, то вот мой соавтор, Александр Николаевич Тихомиров, он увидел эту работу и понял, что можно в круговом законе исправить ошибку. И когда на одной конференции Родильсон с Вершининым рассказывали этот результат, то в конце встал один математик и сказал, так это же можно круговой закон сделать. И вот благо, и в принципе, наверное, он начал бы делать, но благо в аудитории был Сергей Бобков, который работает в том числе в моей лаборатории, в которой он сказал, что Атихомиров это уже делает, поэтому нечего трогать задачи. Поэтому Атихомиров сделал, но Тао и Ву вылезли в какой-то момент и окончательно добили гипотезы. То есть они окончательно как бы финальный результат получили, что универсальность при двух моментах есть. Вот. Этим, кстати, славится Тао, что не знаю, как сейчас, но раньше славился тем, что он всегда вот входил в те задачи, где уже наметился вот как бы надо поставить финальную точку и войти в историю. И он так делал несколько раз, что он, конечно, выдающийся математик и такой-то еще раз и добивал задачи. Совершенно фантастические методы, надо признаться. Вот. Ну, у меня, опять же, нет совсем времени на то, чтобы рассказать, какие здесь идеи состоят. На самом деле, ну, может быть, совсем коротко я расскажу. Вот если мы посмотрим, опять же, на наименьшее сингулярное число, то это инфинал. И вот оказывается, что эту единичную сферу нельзя просто инфинал заменить на оценки по всем x. То есть вот покрыть сферу какой-нибудь epsilon-сетью и для каждого x оценить, а потом какие-нибудь union bounce использовать. Нет, нельзя. Все-таки здесь несчетный множество, так не сделать. И вот гениальная идея была в том, что надо на сфере выделить два типа множества. Вот одни вектора, назвать, компресса был, сжимаемый, который очень недалеки от так называемых спас-векторов. Спас-вектора, у которых почти все нулевые координаты, кроме некоторого количества единичных векторов. И инкомпресса был, несжимаемый, который как бы делокализован, они размазаны. То есть у них почти все координаты имеют порядок единицы на корень замен или масса координат. И вот для сжимаемых использовать, соответственно, union bounce, а для инкомпресса был, можно показать, что вот вероятность по инфинуму по инкомпресса был, она не сжимаемым, она оценивается сверху через вот такие вот усредненные вероятности расстояния между катом-столбцом матрицы и линейной оболочкой, натянутой на все остальные столбцы. То есть вот если HK это линейная оболочка всех остальных столбцов, кроме катого, то вот оказывается так можно оценить эту вероятность. А это расстояние можно легко понять, это как бы просто школьная геометрия, что оно контролируется снизу и значит я могу расстояние заменить на модули вот такого скалярного произведения, я должен просто катый столбец скалярно умножить на нормаль к вот этой линейной оболочке, натянутой на все остальные столбцы. Но так как у матрицы все элементы независимы, то у меня есть здесь независимость между HK и X-созвездочкой. И можно показать, что X-созвездочкой тоже будет инкомпрессом. То есть она, этот вектор, так как он случайный, вот, то есть это вот как бы компрессового вектора из паса, они редкие, они как бы для теории вероятности они как бы не очень интересны, потому что они редко случаются. Как бы наиболее интересное это вот инкомпрессового вектора. И тогда можно использовать разные методы, например, центральную предельную теорему или теорию чисел, чтобы показать, что порядок вот такой величины будет эпсилон плюс единица на корень из n. Вот. То есть это как бы вот некоторые идеи. Но здесь я не буду останавливаться, пойду дальше. Может быть, совсем коротко я вот скажу про, значит, вот, есть такая еще дилемма Джонсон-Лендер-Страус, которая тоже очень красивый пример того, как работает случайный матрикс. Вот если у вас есть n большой точек в n-мерном пространстве, вы хотите их понизить размерность, то есть вот спроектировать их на, соответственно, какой-нибудь линейной многообразии поменьше размерности, но так, чтобы примерное расстояние между точками сохранилось в точности до эксилона. Да, вот. То есть слева и справа у меня стоит расстояние между точками x-y в ефклидовой норме, а в середине стоит расстояние между проекциями. И вот оказывается, что если вы хотите это сделать, то в качестве проектора, вместо проектора надо взять случайную матрицу с независимой матрицу размер n на m, то есть n это изначальная размерность, m это та, которую вы хотите получить. И эта размерность тема, она логарифмически зависит от числа точек. Значит, берете такую матрицу и вот если, оказывается, вы ей подействуете на все векторы вашего множества, то такая матрица будет почти что изометрией. То есть она, точки упадут в меньшую размерность, а расстояние между ними почти что сохранится. То есть это вот такая суперкрасивая лемма, которая на самом деле, если вы знаете теорию концентрации меры, она доказывается очень легко. Вот. То есть вот этим но она как бы объясняет этот факт, что вот случайно матрицы, они как бы почти что действуют почти как изометрия. То есть это такой очень красивый факт. Но не буду здесь останавливаться долго, хотя факт интересный. Теперь я вот в последние свои 10 минут доклада перейду от фиксированной размерности к растущей размерности к фиксированной размерности и вот покажу, какие здесь интересные задачи возникают. Ну вот давайте вот что можно делать. Вот у меня есть N-матрица. X1, XN это матрица. Размеры D на D фиксирован с общим мат-ожиданием. А, оно равно, да? Ну что можно сделать? В теории вероятности мы что, мы любим суммировать, например. Взяли матрицу, просуммировали, поделили на N. Зададимся вопросом, а эти матрицы концентрируются вокруг своего среднего? Ну вот какие примеры? Например, вспомним, я вначале говорил про выборочную эквариационную матрицу. То есть выборочную эквариационную матрицу, я что сделал? Вот получил оценку, сигма с крышкой в точности имеет такую структуру, как сумма XG. И я тогда задавался вопросом, а, например, в операторной норме сигма с крышкой концентрируется вокруг сигма? Вот один вопрос. Второй вопрос из вот вычислительной математики. Вот у вас есть две матрицы B на C. Они такие вытянутые матрицы, они размеры D1 на N и N на D2. И вы хотите перемножить эти две матрицы. Но чтобы перемножить матрицы, хорошо нам известно с первого курса, что надо N на D1 на D2 операцию. То есть вот такие кубические получается порядки. Спрашивается, можно ли какой-нибудь, например, вероятностный алгоритм предложить и уменьшить эту величину? Оказывается, можно. Что можно сделать? Давайте представим произведение матрицы в виде суммы таких внешних произведений. Я буду умножать житый столбец матрицы B на житую строку матрицы C. То есть здесь фактически написано внешнее произведение. И определенно на матрице определю веса пожиты. То есть я что сделаю? Я посчитаю квадраты флобениусы нормы матрицы B и матрицы C и посчитаю евклидовую норму каждого столбца матрицы B и каждой строки матрицы C. И определю вот такие N большой чисел. И теперь сформирую матрицу R. Матрицу R я буду формировать следующим образом. она равна вот такому числу то есть фактически то что стоит вот здесь в произведении деленное на P с вероятностью P сжитая. И буду сэмплировать с возвращением. Имеется в виду что я могу одну строку предположим дважды просэмплировать. Но фактически я буду сэмплировать самые жирные строки. И повторю эту операцию N большой раз. N малый раз. Можно легко показать что математическое ожидание так построенной матрицы равно в точности BC. То есть в среднем это то что нам нужно вычислить. И я могу взять просто насэмплировать таких матриц N штук вот так определенных и усреднить их. Вот тогда чтобы легко показать что для такой матрицы надо N малое на D1 на D2 раз. То есть можно уменьшать. Если это N малое сильно меньше чем N большая то соответственно есть выигрыш. Борьба идет всегда даже за небольшие порядки. То есть можно предложить вот такую вероятность на алгоритм. Очень много есть разных методов. Есть там и случайная спортификация и можно соответственно малоранговые аппроксимации считать с помощью случайных матриц. То есть вы опять берете свою матрицу и начинаете из нее случайным образом вытаскивать строки например строки и формировать какую-то новую матрицу новую сумму которая в среднем ведет себя как то что вам нужно. Вот оказывается что есть общая теорема которая называется матричное неравенство Бернштейна и она говорит следующее что если вы взяли например симметричный матриц с нулевым средним и пусть они все ограничены по операторной норме то есть если вы эти матрицы усредните то они будут отклоняться от нуля но здесь я предполагаю что нулевое среднее и можно эту вероятность наценку она в таком вот виде в таком экспоненциальном виде то есть здесь есть два режима гауссовский и экспоненциальный режим но это я пропущу вот и вот это такой общий результат который применим соответственно к очень ко многим задачам это популярная вещь матричная неравенство Бернштейна часто использует вот не буду здесь может быть останавливаться на деталях но вот скажу что если применить этот результат при некоторых предположениях к ковариационным матрицам то можно показать например что в среднем операторная норма сигма с крышкой отклоняется от сигма вот на такую величину ну понятное дело что надо сначала здесь в левой части должна появиться операторная норма сигма потому что должна быть относительная ошибка вот а по порядку это логарифм n делить на n корень квадратный и возникает здесь эффективная размерность то есть эффективная размерность это след матрицы делить на операторную норму то есть если у вас например у матрицы полная размерность d то эффективная может быть сильно меньше то есть если у вас несколько больших значений а все остальное маленькое то эффективная будет не очень большая и в принципе этот результат можно применять даже в гильбертовом пространстве то есть можно вместо конечной размерности рассматривать бесконечную размерность потому что все в терминах ковариационных операторов вот то есть безразмерные отшанки факторы алгоритра в основном случае, можно брать. Вот. Ну и в самом конце, вот мне, может быть, еще нужно минут пять, расскажу о другом применении и вот то, что мы делаем. Вот этим результатом про матричные Берштейны постоянно во многих статьях вот мы используем. И у нас есть статья про Белит Эфирио и Релатид Филлс в одном из ведущих журналов Катерии Вероятности. Там мы про выборочные проекторы рассматриваем, то есть фактически про метод главный компонент, и там тоже активно матричные неравенства Берштейна используются. Вот. Это такое, как бы, общее, очень важное средство для получения многих результатов. Про это, в принципе, можно сказать, что про это даже книжки написаны, про неравенства такого типа. Вот. И в конце я расскажу, как возникают, вот у меня были суммы случайных матриц, а как, например, могут возникать произведения случайных матриц. Немножко в другой постановке. Вот. Постановка суперпопулярная тоже в последнее время. Вот. Предположим, вы хотите вычислить, решить уравнение. f t это равно нулю. То есть вот с некоторой функции f. Вот как действовать, да? И вот так получилось, что вы вот не можете вычислить свою функцию в любой точке, а можете ее... Вы вместо значения функции в точке x наблюдаете некоторое возмущение. То есть вы наблюдаете вместо f от x, вы наблюдаете... Вместо f от t, здесь должно быть t, вы наблюдаете f t это xi, где xi случайная величина. Но так, что если вы усредните по xi, то получите f t это. То есть можно разные постановки поставить, да? То есть вот как в регрессии, например, вы наблюдаете что-то плюс шум. Дизайн у вас плюс шум. И вот Робинс и Маннеров в середине прошлого века предложили следующую стахастическую процедуру. Вот. Они говорят, вот если вы наблюдаете выборку таких функций f, да, то просто вот построите такой вот алгоритм с некоторым шагом альфа-к. Он, например, может быть постоянным, может убывающим быть. И вот во многих случаях эта процедура сойдется к решению к решению уравнения, да? Чем-то очень похоже на, соответственно, градиентный спуск. Вот. То есть эта процедура сходится. Ну вот, например, здесь я рассмотрю линейный случай этой процедуры. То есть я хочу решить систему линейных уравнений. Но вместо матрицы А и Б я наблюдаю некоторые матричные функции. У меня есть некоторые матричные функции, такие, что если я сюда подставлю, если я их усредню, то получу в точности А и Б. То есть очень похоже на то, что было там. Ну вот запустим вот такую вот процедуру. И в ней вот величины zk, которые здесь стоят, они могут быть просто, например, независимыми наблюдениями, либо какой-нибудь марковской цепью, либо каким-то другим процессом. И вот интересуют, например, оценки сходимости ttn к tt со звездой, где tt со звездой – это в точности решение вот этого уравнения. Ну, это рекуррентная процедура. Ее можно, соответственно, написать в явном виде, вот в таком вот виде. И вот видно, что вот здесь уже вылезли произведения матрицы. Вот здесь стоит произведение матрицы, здесь стоит произведение матрицы. Вот. И у такой линейной процедуры очень много примеров. Например, это стихотические градиентные методы, в том числе с моментумом. Вот. Это, например, то, что называется temporal difference learning в reinforcement learning. Вот. Это минимаксные игры. То есть вот очень много примеров. И вот в последнее время стало очень популярно. Понятное дело, что это там наука развивалась в вторую половину XX века. Но вот в последнее время стало популярно в связи с активностью в обучении с подкреплением и в получении несимпатических результатов, когда вам надо в точности зависимость от от N отследить. Да? Очень много работ стало появляться именно на конференциях типа Кольт, на Нор-Ипс. Вот. Много, много достаточно работ на эту тему. И вот, то есть вот понятное дело, что вот исследования таких, например, если я хочу в евклидовой норме посмотреть на то, как у меня быстро скотчек 5 со звездочкой, то надо изучать, как себя ведут произведения случайных матриц. То есть здесь случайность, она как бы матричной функцией фиксирована, но в нее подставляется, например, марковский процесс. Вот. И у вас получается такая зависимая последовательность матрицы. И вот оказывается, что можно показать, что такое произведение будет себя вести вот таким образом при некоторых предположениях. То есть вот стремится к нулю, если этот ряд расходится. То есть если, например, лямбда J ты константная или у вас постоянный шаг или шаг, например, единица на J, то такой ряд разойдется. Вот. То есть это как бы хорошо. То есть это значит, что в предыдущей схеме она сходится. Потому что вот эта величина, например, эта транзитивная слагаемая, она здесь умножается на начальную точку. Значит, это как бы забывает про начальную точку. Соответственно, вот эта величина, если она себя правильно ведет, то эта сумма будет маленькой. Если эта сумма будет маленькой, то и левая часть будет маленькой. И вот это хорошо сравнить с детерминированным случаем, когда вместо случайных матриц я сюда подставлю математическое ожидание. Тогда легко показать, что вот это произведение в операторной норме ведется вот таким образом, где КПКУ это число обусловленности некоторой матрицы КУ, которая связана с решением уравнения Липунова. Вот. То есть. Но это работает, понятное дело, для матриц Гурлицева типа, то есть матриц, у которых действительно части собственных значений отрицательная. Вот. Потому что, понятное дело, что если у вас здесь вот, возьмите размерность 1, если у вас А оказалось отрицательным, то у вас это произведение начнет взрываться, да? Вот. Поэтому надо, чтобы всегда А было положительным. Ну, положительным, например, в смысле собственных значений, в действительных частей собственных значений. Вот. И вот результаты такого типа, такие вот оценки на концентрацию или на устойчивость. Это наша буквально работа на кольт этого года, которую мы на днях отправили на конференцию. При достаточно общих предположениях и на матрице А, то есть они могут быть неограничены, и шум может быть маркерский. Можно показывать такие результаты. Некоторые работы здесь я перечислил. Я называл нашу работу с моими соавторами. Работу Пастора про матрицы, возникающие в дип-лёнинге. Очень хорошая книжка, такая уже, можно сказать, ставшая почти классическая, очень хорошо написанная. Роман Вершинин написал High Dimensional Probability. Джеральд Ропп из MIT написал введение в матричное неравенство концентрации. В том числе и про матричную Бернштейну, и про различные примеры, где это возникает. У Терренса Тауфилдского лауреата очень хорошая книжка про темы в теории случайной матрицы, но они больше не про приложения, они именно вот больше про полукруговой закон, про собственные значения, про, соответственно, свободную вероятность, круговой закон. То есть это фактически посвящено его работам и вокруг них. И Эрдиш Сияо, два очень мощных математики, вот они недавно опубликовали книжку про динамиков и проучиту Random Metrics Theory, в котором они фактически посвящены полукруговому закону, но полукруговым законом не вот в таком глобальном режиме, как я рассказал, а полукруговой закон, когда вы хотите понять, как ведут себя индивидуальные собственные значения. То есть вы хотите вот прям взять лупу и посмотреть на поведение собственных значений, на то, как там собственные значения коррелируют, какие вот там статистики у них вот появляются. Вообще вот интересно, кстати, вот в самом конце, вот если взять, опять же, симметричную матрицу и вот ее собственные значения накидать, то есть статья, в которой, по-моему, в Рио-де-Жанейро люди сделали следующим образом. Они посмотрели на расстояние между припаркованными автомобилями. То есть понятное дело, что вы, например, когда паркуете автомобиль и приезжаете на парковку, то, ну вот на улице, да, то вы, понятное дело, не паркуетесь в ближайший автомобиль, как это там, не знаю, где-нибудь во Франции, в Париже делают, да, вы все-таки оставляете некое расстояние, но и все-таки старайтесь не ставить там за 20 метров до предыдущей машины, то есть старайтесь там подприжаться, да, к машине поближе, вот. И вот если посчитать статистику и построить соответствующие гистограммы, то вот поведение, например, расстояние между собственными значениями окажется очень похожим на расстояние между припаркованными автомобилями. Вот. И даже про это есть две статьи, как раз про вот такие эмпирические наблюдения. То есть вот теория стучейных матриц, она очень так, очень красиво возникает и в таких, и в таких задачах. Наверное, это все, о чем я хотел рассказать. Спасибо за внимание. Спасибо за дат. Было очень интересно. У нас есть время на вопросы. Я думаю, что вы можете писать в чат, можете задавать вопросы голосом, как больше удобно. Здравствуйте. Вопрос есть про приложение финансовое. Очень интересно стало. Какие можно топики поискать? Это очень легко найти. Это очень легко найти. Есть такой Жан-Филипп Бушо. Он французский очень известный ученый, физик, но его легко найти, если вы в гугле вобьете Capital Fund Management. У него очень большой хедж-фонд. По-моему, никто не знает, как он там придумывает инвестиционные решения, но у него есть сайт, у этого фонда, на котором они выкладывают свои статьи. И вот они там много всего написали про приложение теории случайных матриц в финансах. Они даже развили направление. Ну, был такой период, когда это было как-то вдруг достаточно модно. Они это назвали, по-моему, иконометрика. Ой, икона физика. Потому что они пришли из физики и пытались с помощью физических неких идей предсказывать поведение финансовых рынков, в том числе принося идеи из случайных матриц. То есть, вот Capital Fund Management очень легко найти во Франции. Просто интересно, просто вот на том примере, который вы объяснили, вот про приложение, допустим, с индекса SMB500, да, вот мы нашли сигнальные, да, собственные значения. Дальше это уже дело стата арбитража, да, как использовать их. Это уже не касается там теории случайных матриц. Как их там между собой там использовать для там извлечения прибыли. Мне кажется, что я даже видел какие-то работы, ну, когда вот, не знаю, когда финансовая математика была популярна, на пике своей популярности, не знаю, лет 10 назад, то народ этим увлекался, вот. Мне кажется, я видел работы. Вот, сейчас я просто меньше в последнее время этим увлечен, поэтому, поэтому не знаю. Вот. Знаю, что однажды, да, однажды я знаю, что Deutsche Bank хотел в Россию это все делать, вот, а потом, так сказать, рухнул. Извините, да, что перебил, я случайно. Такой вопрос. Есть ли какие-то источники знаний и вообще применимы ли это в цифровой обработке сигналов? Я небольшой специалист, вот, небольшой специалист, но знаю, что применимо, это много кто делает там и для сигналов, и было даже целое направление, по-моему, называлось это компресс-сессининг, вот, то вот там много делали и там тоже много случайных матриц возникает, как раз вот этот, что матрица почти что изометрии и так далее. То есть есть про это книжки, очень хорошими, как бы, людьми написано. Вот, то есть можно про это найти. То есть это 100%. Да, да, в теории сигналов тоже используется, да. Есть направление люди в теории телекоммуникации, то есть очень активно используют. Вот, там, соответственно, пропускная способность, ну, канал моделируется с помощью случайных матриц, и, соответственно, пропускная способность. Вот, то есть приложений очень много, я просто не успел, как бы, может быть, про все про них поговорить, но их много. Спасибо. Вот еще вопрос. Вы преподаете предмет, да, на первых модулях, да, посвященный теории случайных матриц? У нас в магистратуре на втором курсе курс такой есть. На втором. Ага. Есть ли возможность записаться на него, там, если вот с ФКН? А он, по-моему, будет теперь только в следующем году, ну, в смысле, в этом году, но в осеннем сместре, да. Да, да, да. Никаких проблем. Он, по-моему, шесть кредитов весит, и один модуль длится, да? Я не помню, сколько он весит кредитов, может быть, меньше, чем шесть, но точно на него можно записаться. Спасибо. Я боюсь, что он не шесть кредитов, я боюсь, что он все-таки три кредита, потому что он достаточно короткий. Окей. Алексей, у меня тоже вот есть вопрос. Вот, например, если мы возьмем вместо симметричных матриц, вот когда мы смотрим их распределение, собственно, назначение, там, скажем, эрмитовая матрица в комплексном случае, там, действительно, комплексную часть тоже будем сэмплить из нормального распределения, например, да, с дисперсией 1. Но при этом матрица эрмитовая, ну, матрица эрмитовая, да? Да, да, матрица эрмитовая. Ну, то есть там верхнюю треугольную часть, например, будем сэмплить. Да. Вот, то будут ли какие-то верные аналогичные теоремы о распределении собственного значения? Вот, в глобальном режиме, вот я имею в виду, полукруговый закон, ему вообще все равно, комплексные, некомплексные, все равно, вот. То есть всегда будет полукруговый закон, один и тот же, никакой разницы нет. Ну, то есть важно, главное, чтобы дисперсия, например, была единичная, то есть, например, вам надо, если у вас независимо мнимые действительно части, то там дисперсия, там, мнимые части 1-2, действительно часть тоже 1-2, чтобы в сумме была, да, в сумме была у модуля, от ожидания квадрата модуля, чтобы единицы было. Вот. А, соответственно, вот поведение, поведение, например, наибольших, наименьших собственных значений, оно может меняться. То есть, там, вот как я говорил, что если взять, например, наибольшее собственное значение, вот, в районе двойки, и взять, сделать масштаб, вот, и отнормировать, там, отцентрировать на соответствующую там размерность в какой-то степени, то есть, вот, посмотреть в масштабе, то есть, там возникает закон трассивидома, и закон трассивидома, он как раз, вот, например, будет зависеть от того, комплексный этот случай или некомплексный, и тогда предел будет определяться, там, там есть такие уравнения по нлеве, вот, соответственно, будет там тип уравнения меняться от этого. То есть, закон будет все равно трассивидом, но будет вид его немножко меняться, вот, то есть, есть предельные законы, глобальные, типа, там, например, как круговой закон, полукруговой закон, они не меняются, но немножко начинается тип распределения меняться, например, для индивидуальных, собственно, значений. Вот. То есть вот в локальном режиме это может иметь значение. Есть ли еще вопросы? У меня есть вопрос. Тоже про Эрмитвы Матрицы. Когда-то я слышала про этот сюжет где-то в начале 2000-х годов, там, 2004-й, 2005-й, была такая деятельность про сравнение распределения в случайных матрицах собственных значений и распределения нулей дзета-функции Риммана. Это была такая, ну, люди этим занимались и исследовали, что они там похоже распределены, вот не знаете ли всем кончилось и кончилось ли. Но гипотеза Риммана пока не доказана. Нет, гипотеза Риммана, это говорит, что нули находятся на некоторой прямой, но на этой прямой их довольно много посчитали, то есть там была все тогда деятельность, там были миллиарды нулей посчитаны, и люди занимались вот такой тогда численным сравнением распределения именно вот собственных значений больших матриц случайных, и вот этих нулей дзета-функции, как они там распределены. вот была такая вы знаете, да, этим продолжают заниматься, и много теоретических работ появляется, я даже знаю людей, кто этим занимается, вот, и докладов много будет, но я, честно говоря, просто не особо следил за этим делом, вот, но деятельность там идет до сих пор. То есть пока ничем не кончилось, там нет какого-то прорыва, теоремы, ничего такого, не знаете. Ну, насколько вот я помню, прям такого прорыва, наверное, наверное, нет, вот, но деятельность есть, деятельность есть такая, вот, вполне серьезные люди этим занимаются, вот. Спасибо. У меня вот еще такой вопрос есть, а вот если взять матрицы такие с самого начала разреженные, ну, скажем, симметричные или эрмитовые, но там, не знаю, трехдиагональные, например, и посмотреть у них на распределение собственных чисел. Известно? Антон, это очень хороший вопрос, потому что вот известно, что можно, как бы, прореживать матрицу, но до определенного предела. То есть вот полукруговый закон, он будет верен при определенном прореживании, но вот когда начинается переход, вот, уже там, например, к трехм диагональным матрицам, пяти каким-то диагональным матрицам, там совершенно другие законы, там меняются статистики, то есть вот там гауссовских, гауссовские статистики, например, могут там на пасоновские статистики меняться, там очень сложные задачи, они там связаны, там, по-моему, если я не ошибаюсь, это все называется как-то локализация Андерсона, если я не ошибаюсь, и это такая вот мощная физика, и там, вот там до сих пор очень много не сделано, даже просто методов нету, то есть там люди используют вот эти всякие методы суперсиметрии, вот, но там, то есть, по-моему, там еще поле непаханное, то есть вот, и это очень сложные режимы, вот такие прореженные матрицы. Спасибо. Вот, то есть когда они, например, какие-нибудь матрицы там случайных графов, то есть вот если мы возьмем какой-нибудь граф Эрди Шериньи, тоже его начнем немножко прореживать, то до определенного уровня прореживания там тоже как бы все хорошо, там можно там тот же самый полукруговый закон видеть, вот, а вот для таких вот матриц, когда вот прям такой режим, это так называемые ленточные матрицы, они называются банд-матрицы, вот, много кто ими занимается, вот, но это скорее вот ими в основном занимаются скорее матфизики, вот, с помощью вот этой суперсимметрии. Я понял, да, интересно, спасибо. Ну, там, по-моему, этот метод суперсимметрии, насколько мне известно, он такой как бы, он математически вроде не обоснован, но здесь боюсь ошибиться, но, по-моему, там как бы он такой тоже вот, все-таки не до конца осознанный. Но там есть такая штука, да, как локализация там суперсимметричная, но ее там можно переформулировать в каких-то более строгих терминах, ну, насколько так. Вот, опять же, этим я особенно тоже никогда не занимался, поэтому прям, ну, деятельность тоже такая ведется. А это вот все эти локализации, они потому что там, они возникают, потому что происходит вычисление каких-то матричных интегралов или из-за чего? Да, да, слушай, там как бы, во-первых, например, если это симметричное, то там, поэтому дело матрицы, например, детерминатная структура возникает. соответственно, если посмотреть на корреляционные функции, да, там у них детерминатная структура. Вот, это вот в том числе, наверное, и с матричными интегралами связано. Но это, опять же, вот для меня это немножко такое отдельное направление, то есть я немножко, скорее, немного про другое. Вот, там много кто этим занимается, много кто людей там со всякой теорией представления приходит, вот. Вот, это тоже немножко другое направление. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Давайте, может быть, осталось время для одного вопроса. Хорошо, если нет, то тогда хотел бы еще раз поблагодарить Алексея за доклад. Спасибо. Есть вопрос маленький. А можно как-нибудь это использовать, чтобы, например, там обратный, матрицу Муру Пинроуза быстро считать? какой-то, короче, какие-то губушки. Честно говоря, сходу прям не знаю. Вот. Не знаю, надо погуглить. Вот, не знаю, просто никогда не интересовался этим, вот, поэтому, наверное, сходу. Для Муру Пинроуза псевдообратный нужно посчитать там СВД, наверное, а СВД как раз с помощью случайных матриц вполне себе. есть какие-то техники, чтобы упущать. Может быть, да, я просто никогда этим не занимался таким чем. Хорошо, все, спасибо. На этом завершаем наш колокриум. Всем до свидания. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok